Друзья, здравствуйте! Начало октября. Отличная погода, солнце, тепло, побье лето. Я приехала в деревню к подруге. Это Змейский район. И я вам хочу сегодня показать, как обустроен двор в Слобожанском селе. Трава сухая. Кое-где есть зеленая трава, как видите. Но на огородах все уже сухое. Уже почти урожай убран. Там только осталось кукурузка. И я показываю двор, где живет моя подруга. В Слобожанском селе, наверное, как и в других селах Украины, принято строить два дома. Обычно один более старый дом, один более новый дом, в котором живут старшие родители, дедушка, бабушка и более молодая семья. Вот так вот точно устроен и очень большой двор моей подруги. Напротив дома большой выгон. Здесь тоже живут люди. Вот видно там, или, наверное, плохо видно, красные деревья, это яблоки. Очень много яблок в этом году. Вот дальше какое-то вот такое пустое место. Наверное, там дом уже давно разрушен. И большой выгон, где иногда пасут коров. Коровы пасут, есть этому доказательство. Обычный навоз. А вот и сами коровки, которые тоже здесь пасутся. То есть это место не пустует. Это хорошая пища для местных коров. Вот такая красавица. Пахнет молоком, навозом. Настоящее село. Рядышком еще одна корова, которая просто лежит, жует, махает хвостом, мух гоняет. Греется на солнышке. А мы пойдем дальше. И я вам покажу, как обустроен этот двор. Пока шла, увидела шампиньон. Растет прямо возле двора. Первое, что всегда бросается в глаза. По старой украинской традиции, за двором, на улице, в сторону села, в сторону улицы, всегда была скамеечка, на которой местные жители отдыхали обычно вечером. Вот такая точно скамеечка, ну не такая, другая немножко, была у моей бабушки. Бабушки, прабабушки. Я это помню хорошо с детства. Вот так вот здесь тоже за двором есть такая скамейка. Смотрим, что еще тут есть. Очень часто в украинском селе, опять же, за двором, насыпана куча песка. Когда я была ребенком, то мы с сестрой в этой куче песка просто играли. А вообще ее насыпают на случай пожара или вообще как стройматериал. Шел дым откуда-то, запах такой дымный. А, наверное, мусор где-то жгут. Что еще? Очень часто в украинском селе недалеко от двора лежит куча такого материала, он очень мелкий, называется шлак. Его используют тоже в случае каких-то строительных работ. Возле двора растет большая-большая липа. Тут, конечно, в июне аромат стоит необыкновенный. Часто в Олзе двора растут цветы, но уже октябрь, поэтому они, конечно, имеют вялый вид, печальный. Также осыпались деревья, листва осыпались. Летом, конечно, здесь намного-намного красивее. А мы заходим в калитку. Здесь два двора, две калитки. И посмотрим, как же обустроен двор. Открываем вот такую ручку и заходим вовнутрь. Конечно, в каждом дворе есть небольшой палисадник. В этом дворе он обложен камнями, розарий небольшой, но уже октябрь, поэтому розы оцветаются. И очень часто во дворах есть колодец. хризантемы кустовые, гномик, тут жил все лето. Это полив для цветов, его тоже используют очень часто в деревне. Вот такой колодец. Классический, стандартный колодец, обычная ручка. Затем бревно, на которое намотан металлический жгут, цепь, ведро металлическое. Вот здесь, видите, на этом ведре немножечко такой островатый конец, это для того, чтобы можно было удобнее лить воду. Или здесь, или здесь, она немножко гнутая. Вот. И висит чашка. Похвастаюсь грибами. Много грибов насобирали. То еще, вот я вернулась в колодцу, здесь такой цветочек тянется вдоль всего колодца. Обязательно накрытие, навес такой, чтобы вода была чистая, и мусор не падал, снег не падал, и крышка от колодца не портилась. Очень часто в украинском селе во дворе есть навес. Под навесом стол, и здесь кушают летом. Стол, скамейки, какая-то такая веревочка для белья, или просто для полотенца, с прищепками. Вот. Это такой вот классический, стандартный вид. Мы ходили за грибами, насобирали много-много грибов, привезли их, и я вам покажу, как эти грибы будут сегодня чиститься. Наверное, многие уже забыли про деревянные прищепки, да, мы используем пластиковые, но вот такие прищепки до сих пор используют в селе. Вход в дом, небольшие ступенечки, а здесь живут котята, их четверо, вот двое видно, третий вылез, вот как он смотрит на меня, голубые глаза у котенка. Залезли на какие-то туфли котята. И тут рядышком мама, ага, вот они четверо, всех их четверо и видно. Они еще боятся выходить на улицу, потому что они очень маленькие, тут довольно прохладно, хотя на солнышке греются. Вот четыре котенка. Смотрите, что еще интересно. Когда я была ребенком, у бабушки во дворе были такие маленькие стульчики. Бабушка называла их услинчики. Мы их тоже называли услинчики, потому что они очень нужны в хозяйстве. Картошку почти, лук перебрать. То есть просто во дворе сесть, какую-то работу делать, которая всегда много в селе. Мы брали вот такие стульчики маленькие и на них садились и работали. Вот таких стульчиков всегда полно в любом украинском дворе. А это мама котят. Она тоже греется на солнце. А рядышком еще кот. Но он не папа котят. Он родной брат. Но он как брат каждое утро приносит им мышей и тащит их прямо в дом. Вот такой заботливый старший братик. Что еще интересно. В украинском селе на Слабожанщине очень часто как оградочку на клумбах возле дома используют старые колеса. Почему, я не знаю. В советские годы это тоже было очень часто. Вот такое было и у бабушки в селе там где она жила. Вот здесь тоже по такой нашей Слабожанской традиции это подсказываю тропинка к туалету. Так вот по нашей Слабожанской традиции тоже почему-то довольно часто колеса используют как ограду. Вот тут тоже цветы видите. Вот тут тоже пока пустые горшочки, но здесь когда-то росла петунья. она украшала забор. Я вам покажу розы. Розы уже осенние, последние, но очень-очень красивые. Во дворе уже много листвы, потому что октябрь, как я говорила, поэтому двор просто засыпан желтыми листьями. Еще один Слабожанский декоративный элемент во дворе это пенечки. Их тоже могут ставить во дворе. на них можно сидеть, они могут украшать клумбу. Я даже пенечки ставила квартира на подоконнике, желанием украсить как-то свой подоконник с цветами. Вот такие пенечки есть здесь. Петунья еще растет. Конечно же почти в каждом украинском дворе растет виноград. Вот такая красивая огромная виноградная лоза и гроздь. Вот так это выглядит. Конечно это не Грузия, это не Крым, но у нас тоже растет виноград. Это поздний сорт, он еще зеленый. Местные жители знают, что он будет очень ароматный, будет виноград темно-темно-синий. Вот и из этого винограда делают вино. То есть чтобы его есть он не очень вкусный, скажем так. Можно есть, но не очень терпкий, кисловатый, но вино получается просто шикарное. Ну это хризантемы кустовые, маленькие, таких было полно, в экопарке Фельдмана, который разрушен. Ну а тут можем тоже полюбоваться хризантемами. И опять же камешки, которые украшают палисадник. Это как бы такая ограда, натуральная ограда, естественная ограда, очень даже красиво. Идем во двор, задний двор, посмотрим, что же в этом дворе. Так, тут стоят леса строительные. Насколько я помню, когда-то здесь жили птицы, утки, куры. Вот, видите, еще осталась корзина, плетенка. Такие корзины были у моей бабушки во дворе, когда я была ребенком, их было очень много. Сейчас, наверное, их не в каждом дворе найдешь, но вот в этом дворе что-то такое еще осталось. Ну, хоздвор, как хоздвор, это почти как кладовка на улице. Тут рабочий инвентарь стоит. Вот, какие-то приспособления для кукурузки, наверное, можно тереть кабачок уткам, еще одна скамеечка, лослинчик, как бабушка говорила. Вот, это вот для ремонта стены штукатурить, мешки, мешки тут картошка, но картошка здесь та, которая несъедобная, подгнившая, которую либо дают животным, ее дают животным. Вот какой-то прибор, честно говоря, не знаю, для чего он, наверное, кабачки тереть или кукурузку, что-то, в общем, в хозяйстве нужное. Вот, а это называется казан или казанок. Вот такой тоже был у моей бабушки. Она в этом казанке варила какую-то еду, картошку запекала, я помню. Сколько лет этому казанку. Вот. Опа, я его перевернула. Вот он такой внутри, казанок чугунный. Вот, и варила еще еду свиньям. Были огромнейшие казаны, наверное, ведра полтора-два размером. Вот. Вот такие казанки еще можно встретить в украинском селе. А вот такое сооружение, клетка. Это было для птиц, для уток, для курей. Это строится своими руками. Обычно хозяин дома делает. Вот тут когда-то жили утки. Сейчас нет никого. Тут дрова немножко видно, никого нет. Просто какой-то такой мусор строительный собран или какие-то ящики. В общем, что-то такое. Вот разный мусор, но это когда-то была клетка для птиц. Мы можем сейчас выйти в калитку, посмотреть немного огород и зайти в сад. А затем зайти в другой двор через другие ворота. Я открываю крючок, открываю калиточку и мы выходим на огород. Это стена вдоль летней кухни. За летней кухней часто делают такую мусорную свалку. Такой тоже было бабушки. Дальше огород кукурузка еще стоит. Капуста еще стоит. Морковка растет. Картошка уже выкопана полностью. Здесь только что жгли мусор. Много-много укропа, потому что он опять, наверное, носился сам уже летом. Можно его собирать, кушать укроп. морковка. стоит морковка, которую тоже морковку садили в течение весны, лета, не один раз. То есть та, которая ранее выкопали, а та, которая позднее, еще стоит не выкопанная. А капуста, вот видите, уже голубки капусты убраны, только остались от листья. еще в украинском селе на огороде часто садят цветы. точно делала и моя бабушка. Вот по такой традиции нашей слабожанской тут растут цветочки. На этом участке были помидоры, даже можно это понять по некоторым остаткам гнилых помидор. Ну, а мы идем дальше. Опять грибок вырос, гриб вернее вырос на огороде. Это кусты малины. Малина, которая дает урожай круглый год. Даже вот видите, немножко ягоды есть, можно будет их прямо сейчас скушать. Не, ну, пройти спокойно не съесть, но так нельзя. Она же пропадет, поэтому нужно срочно съесть. Дальше кусты смородины, они уже осыпались, и мы пойдем сейчас, наверное, в сад. Тут уже питунья растет. остатки огурцов, кочерыжки от капусты, морковка осталась, не выкопали, она расти начала опять. Обязательно во дворе, в саду есть клубника, огурцов. А это были помидорчики черри, конечно, они уже вялые, потому что октябрь, но это было очень вкусно, и можно было кушать все лето. А это лук, он вылезает прямо ранней весной, почти из-под снега, как только снег сходит, появляется. Его можно кушать все лето, и даже до глубокой осени. Он все равно есть, для салата просто идеально подходит. Иногда в субажанских селах ставят вот такие бочки, для того, чтобы сюда наливать воду. Вот тут, видите, тоже есть вода для полива. Ну, а это летняя баня. Лейка, еще советская, наверное, такие лейки сейчас не выпускают, а в советские годы такие леечки выпускали. А может они есть, просто я не видела давно. Я думаю, что может на базаре все есть, но это лейка для полива огорода. Мы зайдем сейчас в летний душ. Стены сделаны из обычного старого шифера. Вот, что тут внутри, давайте посмотрим. Пол, корик, вот, крючочки есть, чтобы вешать одежду. Наверху большой бак, наполняется он водой. Затем, когда днем очень жарко, летом вода нагревается, и можно просто купаться. Вот такой душ здесь. Открываешь кран и купаешься под душем. Можно разуться, спокойно стать босиком. Деревянный настил, не холодно. нормальный летний душ. А мы идем дальше в сад. Здесь собрано целая куча дров. В этом году очень часто люди, живущие в деревнях, покупали дрова, потому что отопление возможно будет газовое, вернее будет, не будет, непонятно, но дровами запаслись, и на зиму этих дров хватит, чтобы отопить дом. Это дерево слива, угорка, уже слив нет, или угорка, или чернослив, не помню, как-то, но такой, нет названия, чернослив. Тут были слив в августе, уже их нет, были очень вкусные крупные сливы. Опять же, цветы, уже они цвелись очень многие, а я хочу вам показать яблоню. Вот такая яблоня, красивые красные яблоки, красота, глаз не отведешь. Вы только полюбуйтесь этими яблоками, ну просто как сказка. Даже нет слов, чтобы комментировать. Какой сорт я не знаю, потому что в сортах я не разбираюсь. В силу того, что я живу в городе, я не вникаю в сорта яблок, но яблоки очень красивые, очень аппетитные, и дай Бог, чтобы они с пользой послужили всем жителям этого дома, этого двора, чтобы их съели и получили от них только одну большую пользу. А дальше яблони, на которой желтые яблочки. Давайте ближе посмотрим. Тоже много яблок. Наверное, Антоновка, что ли, я опять же в сортах не разбираюсь, но они желтые, желтые, и очень-очень аппетитно выглядят. Ну, конечно, просто красота, красота неописуемая. Под яблони валяются подгнившие яблоки, или просто гнилые. Вот, трава, ну, как и должно быть под яблоней, это бывает довольно часто. Ну, что, сад мы посмотрели, дальше это дерево большое, это абрикоса, вот, там пошла еще малина, и второй огород, ну, в общем-то, он похож на первый, поэтому мы туда не пойдем, там смотреть нечего. Вот, а это уже забор, это начинается второй двор. Все-таки я решила посмотреть, здесь оказываются большие-большие тыквы, которые тоже вызывают интерес. Украинцы очень любят тыкву, или горбуз, как мы говорим, горбузовая каша, или запеченный горбуз, и сейчас в интернете масса рецептов, где можно использовать тыкву, или горбуз. Вот так это вблизи выглядит, это очень и очень вкусно. А мы заходим сейчас во второй двор, и покажу тоже, как он обустроен. Я зашла в калитку, дальше дверь это туалет, поворачиваемся дальше, здесь ведро, где сжигали мусор, вот в этом месте когда-то очень давно жила собака, это была овчарка, даже до сих пор осталась ее будка. И вот дальше пошел двор. Опять же какие-то ящики, тыква, ну все как в украинском дворе, как и должно быть. Будка пустая, растут осенние цветы, вот давайте посмотрим, что еще мы можем интересного здесь увидеть. Так, смотрите, что уже убрали капусту, в украинском селе собирают, ну как в любом селе, капусту, и потом ее в погребе хранят. Вот такой большой, хороший урожай капусты. пачка седром и еще одна плетеная корзина. Это просто какой-то украинский раритет. Ну, а здесь это какой-то станок токарный и здесь рубят дрова. Так, это дрова. Вот такие большие-большие пеньки. Вот их вручную рубят. Вот там в углу они уже свалены в кучу, их складывают. Так эта работа выглядит. Что еще интересное я нашла в украинском дворе. Вот эта часть от мотоцикла, мотоцикл с коляской. То есть это коляска от старого советского мотоцикла. этой коляске ну лет пятьдесят точно, если не больше. Старая машина Жигули во дворе стоит. Вот так это все выглядит. Это второй дом, большой дом, крепкий, надежный, хороший дом. Мы идем дальше во двор и я хочу вам показать еще вот такие вот ступенечки. Тут интересные ступеньки. Вход с одной стороны и потом вот вход с другой стороны. Это вход в дом. То это я думаю вы догадались. Это такая штучка металлическая. Такое столько в деревнях, в украинских деревнях, для того, чтобы здесь чистить ноги. Вот таким вот образом. Если был дождь, была грязная погода, грязная обувь, то вот так вот здесь чистят ноги. Это вот такой вход, такая веранда с двух сторон, двери и окошко. Опять же хризантемы, стол стоит, я вам покажу вот как это обустроено, какой здесь вход. Вот дальше кухня и мы можем обратно вернуться в первый двор. Это насколько я знаю коптилка стоит. Ну вот так вот обустроен классический типичный слобожанский двор. Все, друзья, походили, посмотрели, везде-везде позаглядывали. Надеюсь, вам было интересно. Для тех, кто живет не в Украине, а у меня есть такие подписчики, вам должно было быть двойне интересно. Все, я буду заканчивать видео. До скорых встреч, до свидания. Жду вас на моем канале. Будем гулять. вместе.